Очень приятно сегодня быть вместе с нашими радиослушателями на протяжении уже долгого времени. Мы говорим о тех событиях, которые проходят в эти дни. Нам очень приятно сегодня здесь в студии видеть вас, Виктор Григорьевич, как гостя нашего города, которого мы время от времени видим у нас в городе и с удовольствием слушаем. Сейчас вы приехали специально для конференции, которая является библейской конференцией. Мы говорим о практических элементах христианской жизни, о святости. Поэтому сегодня в нашем эфире мы поговорим об этом же, о святости. Вы как человек, который изучаете священное писание, который знаете его в какой-то мере, потому что вы всегда скромно очень говорите о себе. Как вы можете определить или дать определение самому понятию святости? Во-первых, святость определить невозможно, поскольку свят только Бог. И поскольку Бог свят и отделен от всего тварного, Он вне времени и пространства, нам вот эту святость, собственно говоря, не ощутить руками, не увидеть глазами и не прочувствовать. Поэтому святость, которой Бог наделен, которая обладает, святость, которая составляет сердцевину Его естества, она может быть только открыта. И все, что Бог открывает нам, Он открывает нам для того, чтобы мы познали то, что Он нам открывает с тем, чтобы соприкоснуться с Его естеством. И поэтому святость, она неопределима нашими человеческими понятиями, если мы пытаемся ее просто понять самим к себе. До нее додуматься невозможно, ее невозможно определить без того, чтобы Бог не открыл ее нам. И, безусловно, Бог, желая нам, Его творению, познать, насколько свят Бог, открывает свою святость. Понятие святости в своем, как бы, классическом толковании – это всего лишь, как бы, отделение от чего-то и посвящение от чему-то. И поскольку Бог свят, Он отделен от всего тварного, поскольку Он свят, Он отделен от всего того, что выходит за пределы Его естества, то есть Его самой личности. И одновременно Он посвящен сам себе, Он самодостаточен, Он доволен сам собой. Богу не надо было создавать Вселенную, Богу не надо было создавать человека, Он был самодостаточным. Его святость от этого не страдала. Но поскольку Бог создал человека, Он должен был в силу своего божественного естества открыть эту святость людям. Поскольку святость составляет сердцевину божественного естества, безусловно, эту святость Он должен был открыть. И он открыл ее по-разному. Безусловно, в Ветхом Завете он открывал ее в одной области. В Новом Завете, в личности Иисуса Христа, он открыл полноту своей святости. Иными словами, Бог отделен от всего тварного, следовательно, Он отделен от всего порочного, и Он посвящен Сам себе, Своему естеству. И вот эту же святость мы унаследовали в Иисусе Христе через возрождение Духом Святым. Спасибо. Тем не менее, говоря о божественной святости, очень часто люди на протяжении всей истории говорят и стремятся к личной святости. Это понятие очень разнообразно, очень разное у разных людей. Сегодня многие люди, которые называют себя христианами, то же самое, пробуют создать определенные условия или стиль жизни, который они называют святым. Ну, искусственно создать какую-то модель святости совершенно несложно. В каждой религиозной системе мира есть определенная какая-то модель инакости, отличие от всего другого, от всех остальных религиозных систем. Поэтому концепция святости какой-то, пусть она будет полусвятость, какой-то даже безнравственной святости, но в их понимании, она существует. Иными словами, какая-то отличительная марка, какая-то отличительная особенность присутствует в любой религии. Но то, что касается христианской святости, она не создается, она не создается искусственно. Она всегда извлекается из святости Божьей. И поэтому все, что приближает нас к Богу, оно, собственно говоря, и определяет концепцию святости. Но мы должны понимать, что святость в деле не может существовать без святости в сути. Мы обращаемся к Богу, Бог Духом Святым возрождает нас, Он перепрограммирует, образно говоря, нашу греховную природу на святость. И тогда вот наша возрожденная природа начинает, как бы, образно говоря, подавать сигналы святости нам в нашем бытие, в нашей жизни, в нашей душе, в мышлении, интеллекте, воле и чувстве. И тогда только мы начинаем понимать, что такое святость. И тогда мы начинаем притворять. Поэтому вне Бога Иисуса Христа святости, как таковой, быть не может. Может быть, полусвятость, может быть, напускная святость, может быть, искусственная святость, может быть, даже святость, определенная самим дьяволом, поскольку вне Иисуса Христа святости нет. Что касается личной святости, то это, конечно, тема огромная. Она начинается, собственно говоря, с первых стихов Библии и заканчивается последними стихами Библии. Тема святости настолько присуща христианству, насколько она присуща самому богу поэтому если бы не было святость не было и был бога бог не может отречься своей святости поэтому святость как такова она практической форме всегда притворяется на неотъемлемая часть христианского бытия что касается вот формы святости то есть бытия святости но это как бы вопрос уже практики контексте того что что о чем вы говорили что святость она приходит от бога и по большому счету насколько я понимаю что большинство людей верующих людей бога они абсолютно согласны с тем что бог абсолютно свят пребывает в писании говорит неприступном свете либо абсолютной святости и верят в то что человек который рождается для бога он должен быть свят но понятие как жить свято очень многих людей вызывает сомнение того что он вообще принадлежит богу так как сама практическая жизнь весьма различна от многих людей от того что что написано в писании да во первых когда мы обращаемся к богу это всегда является результатом действия благодати божьей в жизни мы будучи возрожденными становимся святыми иными словами бог нас отделяет для себя он отделяет нас от мира то есть в данном контексте святости речь идет конкретно об отделении ли принадлежность на для отделение от греха от мира сего он призвал нас из мира и привлек себе и поэтому как бы мы не жили вот в плане как бы своем или на какой бы степени нашей духовной зрелости мы не находились с позиции божественной святости в результатом непосредственного возрождения является наше освещение мы святы боги и поэтому апостол павел часто называет верующих святые святые петр святые мы отделены так что с позиции бога мы святы вот эту святость которую бог нам вселил в живил жизнь мы должны притворять жизнь иными словами жить тем кем мы являемся на самом деле есть например человек американской там является американским подданным он безусловно притворяет жизнь вот те идеалы американской конституции которые он присягнул то же самое происходит и жизни христианской безусловно на более глубоком уровне есть какие-то там элементы и мистерии поскольку бога понять невозможно поэтому эта святость она всегда присутствует что касается жития святого в соответствии со святостью которую мы наследовали от бога это вопрос дела это вопрос практики это вопрос освещения это вопрос благочестия это вопрос практического христианского жития это вопрос этики и в славянских кругах сожалению вопросы этики он на самом высоком уровне здесь можно конечно винить и бывшее советское прошлое где присутствовала какая-то коммунистическая мораль но не соответствовала божественной морали я если морали присутствуют какой-то идеологии но она оторвана от бога на это божественность она совершенно не присутствует присутству дьявольская аморальщина или же просто мораль без морали вопрос этики он живой вопрос а мы ни в коем случае не должны навязывать богу того чего в библии нету протяжении всей истории церкви если можно проиллюстрировать что вы имеете ввиду конкретно ну дело в том что люди очень часто навязывают богу то чего как бы бог не решался даже вот в контексте своего всемогущества приписывать себе а порой кто-то там пишет статью какую-то и подписывает подписывает чужим именем да и выдает это то же самое мы делаем из бога очень часто да о ко мне часто люди тоже обращаются голову виктор это грех или это нельзя почему ну потому что галст указывает там прямым там или острым концом ват на протяжении всей истории собственно говоря в этом и заключается ошибка человека например вот как только бог создал человека существовала система теократии бог правил потом в центре всего было священнослужение был священнослужитель потом когда все это изменилось появился пророк когда все это изменилось появился царь иными словами мы уходим от практической святости с тем что создаем какие-то институты которые по нашим соображениям помогут нам вернуться в первозданное состояние святости и поэтому протяжении всей истории люди забывают что наша цель как говорил блаженный августин собственно говоря посвящать жизнь свою богу прославлять и в этом цель всего нашего бытия люди начинают создавать какие-то удобно такие воспринимаемые формы какие-то лестницы какие-то инфраструктуры с тем чтобы как-то создать более видимую какую-то форму освещения и таким образом можно отследить форму или прогресс или регресс освещения или или бог становления более святым если я буду там поститься 15 раз в месяц то есть я достигну там 75 процентов святости это люди просто создают такие формулы если я буду поститься там 25 раз то степень моей святости увеличивается нам до 90 процентов ну поскольку я не могу жить без хлеба всегда и бои повсюду без воды безусловно стопроцентной святости я не смогу достичь поэтому остальные пять лет я буду сидеть на дереве остальные шесть лет я буду ходить там в черном костюме и там найти с весьма грустным лицом люди это проще намного проще в том что если человек живет соответствие святости он не замечает даже всех наставлений библии будьте святы святость настолько естественно что собственно говоря вот эти напоминания они как бы они да да они есть они присутствуют но они не являются как бы побуждающим мотивом они являются естественным дыханием жизни то есть если я правильно понимаю святости нельзя достичь и нельзя научиться святости достичь ее можно только при участии бога без человеческих каких-то там настроек и достичь ее можно только когда мы увидим его как есть и тогда мы собственно говоря станем такими как он тогда будет практическая святость воплощена мы ее увидим мы станем такими как он в этой земной жизни мы должны стремиться к святости любопытно что это парадокс мы собственно говоря всю свою жизнь живем между одной полярностью и другой между полярностью кем мы должны быть и полярностью кем мы есть на самом деле и вот это как бы разногласия вот это вот это стремление вот это метание из одной крайности в другую и тем не менее душа наша тянется какому-то должное к какому-то абсолюту поскольку мы созданы вот с вакуум нашей сердце который стремится подталкивает навсегда к святости мы постоянно мечемся и мы не должны забывать что своей стороны мы должны предпринимать конкретные шаги для того чтобы достигать святости конкретные шаги и любой из нас знает что это такое с другой стороны мы ни в коем случае не должны забывать о благодати действующей благодати в нашей жизни и бог прекрасно понимает что при всем нашем желании жить свято и быть упадок уподобленным иисусу христу абсолютно святому мы святости не достигнем со своей стороны предпринимаем максимальное количество например фарисеев то есть они стремились к святости была секта была весьма такая активная позиция у фарисеев они стремились к практической святости но они забывали о благодати когда же явилась благодать все изменилось поэтому мы со своей стороны должны стремиться но ни в коем случае не считать что все наше стремление добавляет хоть иоту к спасению спасение по благодати когда же мы следуем за христом вот эта святость она является лишь проявлением моей веры и стремления к богу конкретные шаги как бог отделил нас от порока так и мы должны отделяться от всего порочного в этом мире но не отделяться от мира христос в 17 главе своей первосвященнической молитве о чем он молил сохрани их в этом мире намного проще было бы взять поместить куда-то в какое-то там шестое седьмое небо и так далее и сказать живите до пришествия или огородить совершенно вот невозможно невозможно убежать от своей природы невозможно убежать от себя поэтому святость практически она всегда происходит и проистекает протекает именно в контексте нашего ежедневного бытия знаете я в моем служении постоянно сталкиваюсь с проблемой с проблемой людей которые как нам кажется искренне приняли иисуса христа искренне желают жить свято из из искренне ожидают измененной жизни внутри них но день за днем проходит человек борется с одним и тем же грехом на протяжении лет в конечном итоге если можно подумать ну тогда не имеет значения вообще никакой никакой смысл с одной стороны с другой стороны человек понимая что он неправильно поступает ни перед богом не по отношению к тем знаниям которые имеет он живет постоянном страхе внутреннем страхе как быть с этим это естественно это естественно всегда любое несоответствие святости божий но все порождает либо угрызение совести либо осуждение либо вину и если бы человечество разрешило вопрос вины то собственно говоря 95 процентов всех психиатрических больниц бы опустили вопрос вины это ключевой вопрос и наше несоответствие абсолютной святости иными словами пребывания в контексте греха она всегда поражает либо угрызение совести либо какую-то какое-то чувство вины либо чувство собственной неполноценности либо неуверенности в спасении и так далее поэтому здесь как бы присутствует несколько элементов во-первых мы полагаемся на бога и на его благодать и мне хочется всех верующих вдохновить изучайте священное писание изучайте концепцию благодати и действия духа святого сожалению очень часто может быть из каких-то причин страха с тем чтобы не обвинили верующего в каких-то может быть не со всех верных догматах связанных действиями духа святого люди совершенно верующие пренебрегают учением о духе святого дух святой присутствует всегда поэтому первая как бы стадия вот решение вот этой дилеммы чувства вины это нужно полагаться больше на духа святого это первое во вторых принять дар веры и прощения если мы исповедались мы доверили богу прощения библия говорит что бог никогда это больше не вспомнит он не забудет никогда ничего не забывает но он решил никогда этого не вспоминать поскольку мы не уверены в факте спасения дьявол он будучи весьма опытным стратегом как говорит пророк даниил он всегда использует нашу неуверенность спасений и напоминает нам о наших прегрешениях и говорит ты исповедался ну ты снова согрешил поэтому продолжай согрешать сможешь снова исповедаться и собственно человек становится заложником своей неуверенности спасения мне очень жаль верующих которую в силу определенных догматов которых как правило они очень мало разбираются определяя там либо одной школой богословской мысли либо другой не буду их называть они живут загнали себя вот в рамки какой-то определенной там богословской догматической теории которая по моим пониманиям не более чем умственная эквилибристика загоняют себя вот в эти рамки и живут являются рабами а дело это используют совершенно спокойно и люди из года в год мучаются на простом грехе спотыкаются когда они могли бы жить совершенно спокойной свободной жизнью жизнью с избытком и радоваться прощению как только мы начинаем бога благодарить и радоваться прощению действительно наслаждаться тогда все это отпадает это автоматически отпадает чем больше мы не уверены тем больше мы остаемся рабами своих же согрешений и пригрешений недавно по по электронной почте я получил одно письмо после одних из одной из наших программ которые мы делали по радио и человек похоже что давно покаялся как он говорит он было время когда он наслаждался жизнью в боге затем каким-то образом уровень он вернулся снова к тем грехам которых он жил до своего обращения и каждый раз когда он это делает он испытывает серьезные угрызения совести он кается и затем какое-то время время победы затем он снова падает в это и говорит я уже настолько изнимок что я просто не знаю что мне дальше делать вплоть до того что время от времени доход приходят мысли может быть вообще как бы покончить с этим и уйти я хочу вам просто задать этот вопрос потому что я думаю вполне возможно еще кто-то есть из наших радиослушателей который борется с какими-то грехами и вы как евангелист который имеете ярко выраженный этот дар от бога что вы можете сказать вот таким людям потому что в какой-то мере это тоже относится к вопросу и спасения и святости наверное наши практическая святость она она всегда дается нелегко всегда дается нелегко и даже как бы те кого мы считаем святыми на страницах священного писания они всегда спотыкались и из всех священнослужителей из всех лидеров обозначенных на страницах священного писания 75 процентов примерно они не дошли до цели они споткнулись согрешили оставили веру оставили свое убеждение это говорит нам о человеческой природе это говорит нам о реалии греха это говорит нам о силе искушения это говорит нам о том что происходит в этом мире безусловно мы не хотим упрощать всего этого и давать каких-то там два три четыре совета которые как бы разрешат все духовная жизнь является борьбой и поскольку эта борьба всю жизнь длится она будет длится до пришествия христа мы будем постоянно терзаемы в этом мире метаться будем постоянно из-за дну мы должны взять себе на вооружение простые обетования божий он сказал я буду с вами поэтому он всегда с нами я помог не оставлю вас он значит не оставит нас я дал вам спасение значит и правда если бог связан своим словом проблемой в основном возникают из того что мы не доверяем богу мы начинаем доверять больше своим чувствам своим а может быть воспоминанием непрощенного греха мы начинаем как бы ссылаться на авторитет не божьего слова но своих каких-то переживаний и опыта и чем больше мы не доверяем богу и доверяем себе тем больше вот это и знаете этого различия вот этого разрыва постоянного и вот брата которым вы говорите типичный человек я полагаю в основном основная масса верующих может быть не в такой степени но в какой-то меньшей или большей степени постоянно борется с этим процесс освещения не дается легко в нем участвует и бог и человек но понимая что в этом процессе участвует и бог человек мы как соучастники этого процесса освещения должны помнить что господь с нами всегда и он ведет этот процесс это его освещение он помогает мы со своей стороны предпринимаем конкретные шаги тем кому это дается очень сложно практические советы даны должны быть нужно найти себе человека который разделял бы которому можем доверять то есть речь идет о подотчетности подотчетности стопроцентной которому можем доверять он вместе с нами молится он никогда не разглашает этот человек и наших ну каких то там данных тоже чем поделились это все остается при нас между нами и богом и вот этот процесс подотчетности и вот тот кто взял на себя ответственность ментора он не просто воспринимает информацию и ведет какой-то дневник он действительно идет шаг за шагом является поддерживающим звеном костылем если хотите подпоркой а вот этим этими лесами на которых стоят строители создавая возводя здание это очень большая ответственность и совершенно не случайно в греческом понятии даже библейском понятии друг это нечто великое друг филио знаете любовь любовь друга брата она она святая те друзья которые способны друг другу открыть самое сокровенное они являются они доверенными лицами им открывают то что никому другому не и те кому это открыли они считают себя самыми самыми ну привилегированными людьми потому что им открыли все болячки все бородавки им показали все всю ту подноготную простите за банальность фразы которую не покажет никому другому и поэтому в процессе вот подотчетности здесь элемент дружбы он просто ну неотъемлемый почему христос назван ходатаем он ходатайствует за нас перед богом отцом почему христос посмотрев на своих учеников сказал вы мои друзья если с иными словами будете делать хоть какие-то шаги я буду вашим другом вы можете мне открыть все 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 я никому об этом не расскажу и как друг я буду всегда с вами с тем чтобы вы могли чувствовать во мне поддержку друзья мои может это казаться очень сложным и мне хочется непосредственно сказать что сегодня молодым намного сложнее быть ну вот проявлять вот эту практическую святой жизни чем возможно старикам особенно тем кто живет совершенно какой-то изоляции в своем этно мире в своей культуре а молодежи очень сложно проявлять святость и поэтому ругать молодежь ни в коем случае никогда христианскую нельзя да они спотыкаются но мы должны тем не менее любить их молиться давать им возможность ошибаться как отец дал возможность своему блудному сыну ошибиться тем не менее он не переставал молиться за него и ждать когда же он вернется мы должны помнить что бог духом святым действует в сердцах даже тех кто не похож на нас и мы не обязательно должны стремиться к тому чтобы все были похожими на нас молодежь ругать никогда не надо ее нужно поддерживать всячески ободрять и всячески одобрять с тем чтобы молодежь вот в своем вот этом бурном контексте жизни особенно в новом культурном контексте могла не только найти себя как индивиду но могла сохранить веру веру в господа иисуса христа спасибо большое если вы не против мы примем 1-2 звонка так что пожалуйста друзья если вы хотите позвонить задать вопрос Виктору Григорьевичу Гам вы можете это сделать телефон 424-39-40-424-39-40 или 429-76-35 я тем временем скажу что в это время у нас проходит библейская конференция будьте святы она проходит в помещении русской баптистской церкви в Вест Сакраменто там где пастором является Павел Хакимов она проходит сегодня завтра будет в течение дня проходить и по вечерам каждый вечер 7 часов вечера служение где Виктор Григорьевич Гам говорит слово Божье вдохновляющее завтра у нас будет специальное служение если у вас есть молодые люди друзья которые нуждаются в ясном понимании Божьего Слова можете их пригласить а сами в это время молитесь молитесь чтобы Бог укрепил нашу молодежь укрепил наших молодых братьев и сестер кто ищет Бога кто любит Бога на котором жизнь Боге дается очень тяжело есть у нас звонки? да у нас есть звонки у нас в эфире представьтесь как вас зовут алло я вас приветствую привет я выключил приемник меня зовут Виталий я хочу задать такой вопрос а правильно ли это что перед служителем и говорит свои грехи и беззакония ну естественно то что было как вы сказали подноготное говорит потому что он хочет излить душу чтобы ну чисто быть перед домом что служитель помолился а служители узнавшие о грехах и беззакониях тут же включает вот это мой вопрос я послушаю по радиусу спасибо вопрос этот он имеет практическое соизмерение мы как евангельские верующие прежде всего исповедуемся перед Богом в православном мире в мире католическом присутствует исповедание перед священнослужителями если вы считаете что священнослужитель является вот именно доверенным лицом для вас и вы считаете что он может вам помочь в вашем духовном становлении и росте вы безусловно можете рассказать но при условии и священнослужитель будучи священнослужителем берет на себя полностью ответственность не только за информацию но и за восстановление вот этого человека это очень серьезный вопрос и священнослужитель отвечает перед Господом и поэтому вопрос вот исповеди он должен быть всегда рассмотрен в контексте абсолютного доверия между христианином и священнослужителем я насколько понял вопрос еще имел продолжение в том что если после исповеди его исключают из церкви исповедовался затем его исключают ну это исключительно неверно и я думаю что что это глубочайшая ошибка и великая ошибка вот именно экклесиологического плана если больной человек пришел в больницу сказал что у него что-то болит а его взяли наказали еще больше избили лишили всех лекарств или же дали неправильное лекарство или же опубликовали на всех билбордах что такой-то больной пришел ко мне избегайте его сторонитесь ни в коем случае ну согласитесь это безусловно неверный подход как в медицинском плане так и в духовном то есть покаяние означает покаяние представляете мы обращаемся к господу исповедуемся перед ним и вместо того чтобы простить нас он отправляет нас в ад абсурдно у нас есть еще вопросы 424 39 40 если у вас в течение одной минуты появится еще возможность в противном случае мы попрощаемся ну а мы от себя желаем вам живите свято потому что бог наш свят спасибо вам друзья святость дается нелегко бог свят святость нужна нам без нее жить сложно без святости христианство всего лишь игра в религию а от игры мы устаем нам нужна аутентичность нам нужна реальность и к ней кажется стремится каждая наша душа пусть господь вас благословит в каждом вашем шаге который ведет вас на пути к уподоблению господу иисусу христу живите свято в этом радость в этом мир храни вас господь для тех кто только что настроился на нашу волну я напоминаю что сегодня у нас в студии были брат Иван Осельский и Виктор Ган 1 1 2 3 4 5 2 3 6 5